Всем привет! Меня зовут Полина и я рада приветствовать вас на канале книжного интернет-магазина Лабиринт. Это наша новая рубрика «Книжное детство», в которой мы будем рассказывать вам о самых интересных, самых необычных и самых любимых детских книгах. Поэтому сразу подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а в этом видео мы расскажем вам о тех книгах, которые особенно полюбились детям и их родителям в 2017 году. И открывает наш книгопарад главный любимец прошлого года «Шерлок». Это новое издание приключений английского детектива от мастеров и волшебников издательства Лабиринт Пресс. Книга включает пять рассказов Артура Конан Дойла и детальнейшие комментарии лондонской жизни конца 19 века. Дополнительные материалы, объемные страницы, двигающиеся иллюстрации и секретные лазейки, где и взрослый читатель, и юный сыщик могут найти ответы на свои вопросы, связанные с Шерлоком. Еноты покоряют мир не только захватывая интернет и банки с печеньем, но и приходят в наш дом на страницах книг-бестселлеров. Книга Одри Пен «Поцелуй в ладошке» рассказывает, как маленький енот Честер собирается пойти в школу, но пугается разлуки с близкими и друзьями. Как малышу справиться с новой обстановкой со своими страхами? Пожалуй, ответ на этот вопрос, который открывает нам Одри Пен и сделал книгу такой актуальной и любимой детьми и родителями по всему миру. Уже сейчас готовится новая книга автора про енота Честера, которая, безусловно, тоже вас очарует. Какова жизнь в третьем классе? С должным юмором о бытовых ситуациях пишет Виктория Ладерман в своей книге о Диме Василькине. Но это для взрослых вызов к доске или розыгрыш на 1 апреля бытовая ситуация. А вот для третьеклассника – настоящее событие, которое он в подробностях записывает в свою тетрадку, не забывая при этом делать выводы. Так что истории Димы Василькина в книге Виктории Ладерман могут не только рассмешить, но и научить полезному в легкой и увлекательной форме. Стоит отметить, что и другие книги Виктории в прошлом году пользовались невероятной популярностью среди читателей в лабиринте. Наши взрослые читатели писали в рецензиях к этой книге, что искали ее 30 лет, чтобы перечитать и окунуться в детство. Впервые «Остров неопытных физиков» Кирилла Домбровского вышел в 1966 году. И вот переиздание с рисунками Генриха Валька. Эта повесть расскажет, как четыре мальчика от скуки на каникулах начинают ставить мысленные эксперименты, которые приводят друзей к удивительным и даже опасным приключениям. В наше время популяризации науки это переиздание, возможно, пробудет в вашем ребенке нового Эйнштейна. Еще одна книга невероятной красоты с изумительными иллюстрациями – это «Тигр в саду» Лизи Стюарт. Автор истории также выступила художником иллюстрации и стала лауреатом мировой премии иллюстратора в 2017 году. Книга рассказывает, как девочка Нора встречает в саду тигра. Лизи Стюарт повествует нам о силе воображения, о весе фантазии в реальном мире, о невероятной иллюстрации наполняют текст еще большей гармонией. Кстати, обязательно пишите в комментариях, какая книга покорила сердце вашего ребенка в прошлом году и какая особенно понравилась вам. Ну и раз уж мы заговорили о фантазии, то нельзя не продолжить наш выпуск рассказом еще об одной популярной книге не то чтобы прошлого года, а прошлых лет. Это история Питера, Пена и Венди в издании с иллюстрациями Максима Митрофанова, которая также знакома нам всем с детства. Мальчик, который не хочет взрослеть и его невероятные приключения вместе со своими друзьями. Работа иллюстратора дополняет эту историю новой магией, оживляя воображение даже тех взрослых, которые уже давно покинули волшебный остров. И завершает наш книгопарад герой популярной передачи на BBC Ослик Маффин и его друзья, созданные фантазией и трудом Энн Хогарт. Маффин несколько отличается от своего книжного собрата из Винни-Пуха, Ослика и А. Маффин веселый, непоседливый и общительный, и именно эти черты делают Ослика любимым детьми по всему миру уже на протяжении 80 лет. Яркие и милые иллюстрации, легкий текст автора – все это не оставит равнодушным ни маленького читателя, ни его родителей. Вот такой у нас получился топ-лист книг 2017 года. Обязательно пишите в комментариях, заинтересовала ли вас какая-нибудь книга, какие книги вы читали своим детям в прошлом году, ну и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе мировых книжностей и литературных новостей. До скорых встреч!